Берут измором. Уже долгие годы Барнольской крепости прочат снос. До сих пор ходили слухи, что старый парк могут убрать, а на его месте начать коммерческую застройку. В 2017 году 4000 квадратных метров из городской собственности перешли в частные руки. Теперь масло в огонь подлил градостроительный документ, выставленный на обсуждение. Согласно новому проекту Генплана, эта территория стала местом смешанной и общественно-деловой застройки, хотя предыдущий план строительство здесь запрещал. Что будет на месте такого привычного барнольцам колеса обозрения, пока не знает никто. Бизнес-центр, многоэтажка. И когда это будет, тоже неизвестно. Пока горожане боятся одного, что это может испортить облик города. Мне больше нравится парк. Многоэтажка, он кругом. Ну, не очень хорошо, я думаю, потому что все равно ребятишка в центре. Хоть какое-то развлечение. Тем не менее, еще чуть-чуть дети смогут поиграть. В кадастровой карте участок обозначен как собственность публично-правовых образований. То есть использовать его можно для развлечений и расположения аттракционов. Для того, чтобы начать застройку, нужно будет поменять форму использования. Например, как у соседнего участка Сахаровской горы, на котором сейчас разрешено строительство высотных жилых домов. Профессиональные архитекторы к перспективам многоэтажного строительства на месте парка и самой горы относятся настороженно. Даже если это частная территория, то владелец не может построить там что угодно. Нужно согласовать с администрацией города, ведь участок соседствует с театром, дворцом спорта. Поэтому там должно быть какое-то общественно важное строение. Нельзя допустить появление торгового центра или жилого дома. Лучшим вариантом было бы построить бизнес-центр с несколькими первыми этажами для гримерок, раздевалок, чтобы и дальше проводить концерты на Сахарова. Сами сотрудники парка уверены, что комплекс снесут. Договор аренды земли заканчивается осенью, и его могут просто не продлить. Так что парк Барнаульская крепость вполне возможно продержится недолго. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком.